Приветствую вас, пробужденные! Все мы с вами очень любим Divinity Original Sin 2. Это очень масштабная RPG, которая просто переполнена контентом. В ней множество интересных квестов и персонажей, а также большое количество хорошо сбалансированных заклинаний. Несмотря на все плюсы этой игры, она не идеальна. Да и даже идеальную игру со временем захочется разнообразить. Для чего как нельзя лучше подойдут любительские модификации. Или попросту моды. В этом видео я расскажу о лучших модификациях, которые мне удалось найти. Кроме того, я наглядно покажу как их устанавливать. Чтобы у вас не возникло никаких проблем. Еще хочется сказать, что это видео не является топом. Так как вывести лучший из настолько разных модов практически невозможно. Ссылки на моды для обоих версий игры вы найдете в описании. Ну что же, с вступлением покончено, поехали! Сначала начнем с мода, который позволяет получать ачивки даже с установленными модами. Заходим на сайт мода, который вы найдете в описании. И скачиваем ту версию, на которой вы собираетесь играть. В моем случае это Definitive Edition. После скачивания кидаем файл на рабочий стол для удобства. Теперь находим папку с игрой. Если у вас стимовская версия игры, то найти ее можно следующим образом. Диск. Program Files 86. Steam. Steam Apps. Common. И тут мы найдем папку с нашей игрой. Если же у вас не стимовская версия игры, то вам попросту нужно найти точно такую же папку, оттуда, куда вы установили игру. Тут опять же выбираем версию игры, на которой будем играть. У меня это Definitive Edition. Теперь открываем папку BIN, после чего кидаем файлы из скачанного архива и заменяем файлы. Тут мы обнаружим два похожих файла. Тот, что заканчивается на Original, является бэкапом. Если вы, к примеру, хотите удалить этот мод, то переименуйте оригинальный файл в просто BINC2V64, и уже им замените существующий, а также удалите папку Native Mods. Возвращаясь к его установке. После того, как вы кинули файлы в нужную папку, просто заходим в игру, а затем выходим. Теперь открываем документы и папку Larian Studios. Тут вы должны будете найти другую папку Native Mod Logs. Заходим в нее и открываем лог файл. Если там будет написано что-то подобное, то это значит, что ачивки у вас будут работать, даже со скачанными модами. Окей, после того, как мы разобрались с ачивками, я покажу вам, как скачивается большинство модов. Если модификация из моего списка скачивается именно этим образом, то я не буду отдельно акцентировать внимание на его установке. Будем мы скачивать моды на Nexus. Заходим на сайт и ищем нашу игру. Тут выбираем нашу версию игры, иначе мод может попросту не заработать, если установить, например, мод Classic на Definitive Edition. Теперь выбираем понравившийся мод. В описании, как правило, можно найти руководство по установке, но как я уже говорил, большинство модов скачивается следующим образом. Качаем мод. После чего кидаем его в удобное место для нас. Заходим в документы. Larian Studios. Classic, либо Definitive Edition. И тут будет папка mods, которую можем закрепить, чтобы в дальнейшем не искать ее. Открываем архив и кидаем пак файл в папку mods. Теперь заходим в игру и нажимаем на модификации. Затем галочкой включаем мод. Теперь он работает. Если мод горит красным, то это означает, что вы, скорее всего, установили мод не той версии игры. Итак, с установкой разобрались, приступаем к нашему первому моду. А точнее, двумя модами. More Colors и Major Character Creation Plus. Я поставил сюда сразу два мода, так как, по сути, они делают одно и то же. А именно, добавляют больше кастомизации в создании нашего персонажа. Первый мод просто добавляет больше цветов кожи, включая синий, зеленый, красный и хоть серо-бурмалиновый. Также, волосы с помощью этого мода можно покрасить в любой цвет радуги, и не только. Не об этом ли вы мечтали? Второй же мод, в свою очередь, чуть поинтереснее. Он добавляет немалое количество причесок, лис и аксессуаров, на каждую из раз. Теперь у вас будет ощутимо больше выбора при создании вашего героя. Отдельно хочется упомянуть новые головы и тела для нежити, которые выглядят очень круто. И если вы играете за скелета, я крайне рекомендую ознакомиться с этим модом. Еще особенно порадовала отсылка на Dark Souls. Закончив с созданием персонажа, обратимся к остальной визуальной составляющей. Dimity Original Sin 2, без сомнений, имеет неплохую графику для 2017 года. Но почему бы не сделать ее еще лучше? В этом нам поможет мод HQ World, который заменяет 95% текстуры ландшафта, по заявлениям автора, на улучшенные, более высокого качества. Для его скачивания потребуется, как всегда, зайти на сайт мода. И, как ни странно, скачать его. Опять же, находим нашу папку с игрой. Открываем папку Data. Сюда и кидаем папку Public. После чего мод будет активирован. Что важно, так то, что он именно заменяет текстуры, а не кладет новые поверх старых. Благодаря чему новые текстуры не будут сильно нагружать ваше железо. И даже зрители не с самым мощным компьютером могут спокойно его скачивать. Скачав новые текстуры, вам наверняка захочется рассмотреть их поближе. И со всех возможных ракурсов. Но, к сожалению, камера в Divinity имеет немало ограничений. Убрать эти ограничения нам поможет мод Improved Camera. Его установка слегка отличается от большинства модов. А именно, чтобы его запустить, нам нужно скачать файл. Запустить игру. А затем и программу Deus2 Camera.exe, которая лежит в скачанной папке. Тут вы сможете настроить максимальный зум. И отзывчивость вращения камеры. Также при желании вы можете включить вертикальное вращение. Сбросить же положение камеры можно просто, закрыв программу. Когда с визуальной частью покончено, а ваш внутренний эстет остался доволен, перейдем к геймплейной составляющей игры. Не знаю как у вас, но мне лично было сложновато выбрать кампаньона для совместного путешествия. Красный Принц, Лоусе, Ифан, Сибилла, Фейн. Все они имеют собственную хорошо прописанную историю. Но игра позволяет нам взять всего лишь трех кампаньонов, что делает невозможным взять всех. Исправить это недоразумение поможет мод Party Size Evolved. С ним максимальное количество персонажей увеличивается аж до десяти. И при этом вы можете спокойно выполнять квесты все вместе. И совместные диалоги также никуда не пропадут. Так как почти половину игры мы проведем в битвах, добавить новые скиллы в игру будет вовсе не дурной идеей. Мод Void Knight добавляет в игру класс Рыцаря Пустоты. С ним мы получаем 12 новых способностей, которые можно будет поэтапно приобрести с продвижением по уровню. Новые способности по своей механике не уступают уже существующим, но отдельно хочется упомянуть про скилл, который позволяет превратиться в дракона. Выглядит это очень эпично, и хотя бы ради этой способности стоит скачать данный мод. Также мне лично приглянулся спектр класс. В основном, конечно же, из-за крутых эффектов способностей. Вообще модов на новые классы для Дивинити довольно много. И как вы, наверное, знаете, механика игры не ограничивает нас классами, и вам ничего не мешает собрать собственный уникальный билд, чисто из новых способностей. Разнообразив собственный арсенал способностей, почему бы не разнообразить и арсенал НПЦ? Один Корр позволяет всем персонажам пользоваться заклинаниями из классов, добавленных Один Блейдом. Благодаря нему битвы станут более непредсказуемыми, а чего и более интересными. Если выше названных модов вам все еще недостаточно для разнообразия, то как раз для вас у меня есть адреналиновая инъекция, а называется эта инъекция Дивинити Анништ. Этот мод в корне меняет механику боев. Теперь, к примеру, броня дает статичное сопротивление урону, а не полоску ХП. Еще в игре больше нету способностей, которые бы просто станили вас на целый ход. Этот мод добавляет очень много всего, и это самое много все вы можете прочитать в руководстве аж в 29 страниц. Я же рекомендую вам просто скачать и попробовать. Этот мод сам по себе скачивается как обычно, но требует скрипт экстендер. Хе-хе, что же это за демон такой этот ваш скрипт экстендер? На самом деле тут нечего пугаться. Для его установки просто заходим по ссылке на скрипт экстендер в описании. Скачиваем файл, dev-add, открываем папку bit, и кидаем туда скачанный нами файл. Все, пошли дальше. Как часто вы пользовались крафтом в Divinity? А как часто вы крафтили что-то кроме зелий? Полагаю, что довольно редко, и я не могу вас в этом упрекать. Все-таки крафтинг тут не блещет разнообразием, и не является необходимостью для успешного продвижения. Но, к счастью, есть Crafting Overhaul, который добавляет полторы тысячи новых рецептов, и около шести ста новых предметов. С этим модом вы теперь, к примеру, можете обернуть кучу бесполезного мусора, весьма полезные вещи. А также, что самое интересное, вы теперь сможете красить вашу броню. Знаете, в RPG довольно часто так бывает, что, найдя определенный артефакт, скажем, уникальный меч, вы постоянно начинаете бегать с ним. Ведь он мало того, что сильный, так еще и выглядит уникально. Только не в Divinity. Здесь почти любое снаряжение становится неактуальным после двух-трех уровней. Что делает практически невозможным бегать в одной полюбившейся вам броне. И та же история с мечом. Исправляет это мод Automatica Item Leveling. С ним броня будет подниматься по уровню вместе с персонажем, и ту самую броню капитана вы сможете носить хоть до конца игры. Под конец хочется упомянуть несколько маленьких модов, которые сильно не изменяют игру, но может именно за этими модами ты и зашел на это видео. Тоггл Спринт позволяет ускорить передвижение ваших персонажей вне боя. Чит Коммандеры добавляет нам книгу с читами. Carrier Burdens увеличивает максимально переносимый вес. Free Pet Pal дает нам бесплатный талант друг животных. Этот мод намного важнее, чем может показаться на первый взгляд. В игре немало квестов, которые связаны с животными, и не качать этот талант значит пропустить весь этот контент. А не качают его многие лишь потому, что жаба душит. А вот если вас и душит, то качайте скорее. Вы, наверное, на этом моменте думаете. Минуточку. То есть ты, Флэр, хочешь сказать, что я качаю кучу модов на геймплей, и это не поломает баланс игры, и не превратит происходящее в Парас. Что самое странное, нет. Я играл со всеми модами одновременно и бегал, как вы видите, в пати с шестерых героев. И при этом бои были очень интересными. Даже играя на классической сложности, я не раз терял союзников. В общем, насчет баланса можете не волноваться. Также игра у меня ни разу не багнулась и не крашнулась. Ну разве что только один раз. Ладно, на этом все. Если тебе понравился ролик, то поставь лайк и подпишись на канал. Это очень помогает каналу и моей мотивации. Пишите о модах, которые вы считаете я зря пропустил, и вообще, что я ничего не понимаю. Спасибо за просмотр и да пребудет с вами пустота. Субтитры сделал DimaTorzok